мы поднялись на гору хомяк купил немножко биткоина спасибо в чем твой секрет успеха у нас такое не знаю какая-то химия произошла давай сделаем хокотон в бомбоубежище нормальная тема когда мы начинали делать атлантис я пытался найти себя вам предлагали достаточно большую сумму за атлантис вору вы улыбаетесь ребят хватит попрошайничать собирайте деньги уже с инвесторов я открываю там вижу два с половиной миллиона долларов от виталика чтобы ты сказал сатоши накамода при встрече я очень большая фанация на все друзья всем привет с вами encrypted и сегодня у нас в гостях к фаундер атлантис world соорганизатор киев текстами ты наш друг рев миллер привет рев миллер 24 года один из двух к фаундеру 2d мета вселенной атлантис world а также к фаундер благотворительного фонда анчейн один из организаторов киев текстами 2022 на котором присутствовали министр цифровой трансформации михаил федоров и основатель эфириум виталик бутерин кстати впервые в украине привет ваня привет всем радоваться с вами отдельно хочется сказать спасибо в юнисити за вот эту офигенную локацию особенно от наших операторов давай начнем с конца так сказать вернее вот с того что происходило накануне киев текстами который реально стала пахальным событием для украины первый визит виталика бутерина в украину министр федоров ребята из ним из мир расскажи в двух словах как родилась идея войну провести в украине такой саммит и как быть это получилось даже я сказал бы что это было очень долгий процесс который мы ушли все началось того что я сказал своему сооснователю сиджею что я очень хочу домой потому что вот до недавних пор меня не было украине больше шести месяцев я до войны улетел отметить бедовщина так случилось что я не украине был и он не сказал ну если ты уже понируешь и ехать в киев давай сделаем что-то необычное такой смысл давай сделаем хакатон в бомбоубежище я так подумал не это немножко сумасшедшая идея смысле мы можем в онлайне сделать да зачем нам делать бомбоубежище а мы как бы очень любит хакатон и мы часто на них ездим посещаем по миру и иногда подожди это еще не все сумасшедшие два детали которые привезем да да и идея была в том что вот мы же как бы занимаемся нон-профитом да есть анчей на котором я думаю поговорим а но количество донатов и в какое-то время момент количество вот внимания которое было и и уделяются украине все понижается знаешь потому что люди привыкают и мы хотели сделать что-то необычное что-то что прям будет вау но такой шок эффект в позитивном плане создаст и когда я эту идею слышал для если я сначала так сказал не это слишком сумасшедшие потом я подумал да это же наш стандарт знаешь мы делаем то что мы делаем потому что мы делаем сумасшедшие штуки я скалки давай начнем начали изначально нас было двое я пригласил украины до алёна спасибо большое тоже присоединилась собственно был очень а потому что я часть анчейна и атлантис и украина да вот втроем и решили организовать с виталиком было очень очень необычно пригласить виталика потому что во первых это его первый визит во вторых это военное время в третьих это достаточно значимый человек в индустрии да и по понятным причинам это очень непросто но благо я до этого снимался в документалке эфириума infinite carden и через это вот был знаком с виталиком я с ним до этого встречался так как он донатил кончейн это послужило тем что вот были связи и решили оцени результаты хакатона как тебе сколько было участников какого качества проекта всего было 530 с плюсом хакеров ну я бы сказал бы реалистично 300 что-то из них делала некоторые знаешь просто регистрируется там кто-то регистрируется приходит покушать бесплатную еду это нормально они ничего против не но в идеале конечно что-то делать а у нас было больше 40 а с обещанных проектов из них реально очень много крутых вот например ребята с которыми кстати очень интересная история познакомился на варшаве на конференции по эфиру их катона мы им запитчили наш кто не взяли с собой они с нами ехали и начальные ребята американцы до американцы они тоже тут команду нашли с украинцами начали делать круто проект и они сделали проект который позволяет тебе брать долг без процентов то есть по сути получается какой-то кризис в мире ты берешь например 100 долларов да ну там определенные киева си берешь 100 долларов помогаешь себе потом через какое-то время возвращаешь эти 100 долларов чтобы кто-то другой другой части мира тоже мог воспользоваться этими деньгами то есть по сути вот вот эти деньги постоянно крутится но это на доверие такая штука да да большей части да но они тоже придумает там какие-то до 3 технологии вот на виду безлоговая штука она в любом снато безлоговая да слушай на ивенте было время визита очень много охраны и я слышал историю что виталик даже не хотел приезжать из-за того что так много охраны а чья инициатива в таком количестве охраны поскольку я так понял что ему она не нужна была да я в клубы по большей части знаешь это наша инициатива как организаторов потому что ответственность на ответственность лучше перестраховаться и что было 120 человек охраны нежели потом очень-очень сожалеть расскажу эту историю там был полк азов насколько поняла да это такая больше как знаковая до штука для виталика было на самом деле большое спасибо алене с украины да у которой организовала полк азов защиту виталику они очень-очень качественно отреагировали решили помочь это большой ему респект за это я думаю виталик и его команда была очень радует они выполнили свою задачу на очень высоком уровне помимо полка азова да вот у юниции спасибо большое за то что были нашими партнерами они предоставили нам локацию и охрану и все реально было на очень высоком уровне вот юниции предоставил дополнительную охрану и тем самым мы по охране кстати поняли куда надо идти в какой сектор так расскажи немного что было самым сложным в организации этого ивента для тебя лично знаешь когда мы начинали эту идею мы понимали что это далеко необычный и так как мы реально горели этой идеи да то есть ну например я вернулся украину понимаю что скорее всего мне будет сложно выехать мне на самом деле на это все равно потому что я люблю украины хочу быть здесь продолжать кушать по 3 и было очень много моментов которых ты вот но представить что ты пичишь спонсору спонсорить event военное время в бомбоубежище и таких спонсоров очень много да там например селан стопа был домен савы и фильм foundation спасибо большое тоже поддержали нас и так далее это далеко не просто особенно знаешь когда ты вот пичишь первым спонсором знаешь всегда сложнее всего быть первым кто был первый одни из первых на самом деле были нир спасибо большое они подключились вот нир аврора и другие ребята на сапу доменец проще понять ситуацию до вашей дороге на ребят да она и плюс тот факт что илья очень часто помогает и до сих спор спасибо большое санчайна в чем твой секрет ты привозишь виталика общаешься с ним цифрой в чем твой секрет успеха если так можно сказать как ты это определяешь талантный творкать или это какая-то внутренняя хоризма или усы знаешь я думаю первых это команда а во вторых это такое общее желание победы и ежедневная дисциплина знаешь настойчивость мы вернемся к тебе поговорим о том как ты пришел в крипту потому что судя по linkedin очень извилистый такой интересный путь то есть ты и в медиа издания стартапах инноваций потом в турецком отеле потом еще где-то расскажи как ты пришел в крипту знаешь очень необычно у меня есть друг он с украины он очень бывалый путешественник этот друг который впервые меня познакомил с автостопом мне было тогда 17 я с ним поступила потом после этого у меня вдохновил я еще поступил по украине нет ли тогда был баку я был возбуждение как раз посчитал посещала как раз и потом еще некоторое время после это приехал в турцию вот и на тот момент он посетил где-то 40 с плюсом стран это меня вдохновило после этого мне был период жизни там скидание поиска себя бежал три года два месяца 14 дней и 16 часов эти все бизнеса и медиа бизнес и отель в комедитуры и в норвегии это просто было знаешь как я пытался найти себя я такую вещь вот хотел бы поделиться вот у нас до в снг особенно украине когда ты говоришь своим родным либо близким что ты хочешь взять так называемый gap year то есть году ну вот мы пропуска отпуска после школы дай понять вообще чем ты хочешь заниматься в жизни очень многие на тебя смотрят странно мне бабушка сказал вообще типа ты что вообще ты сделаешь такой из тебя вообще никто будет жизни отец в это время уже работал да 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 вот вот из этой знаешь и для меня я никогда не понимал зачем форсировать эту штуку если на учет осознанно хочет принять вот такое решение понять вообще чем он хочет заниматься жизни что потом на самом деле принести еще больше блага обществу это как раз вот я был в таких скитаниях ну это не год затянулось чуть больше до сих пор и вот этот друг и бабушка я говорила почему отсылка к этому другу я после этого еще стран 20 посетил путешествие не только автостопом там поезда самолет и так далее потом я вернулся в украину и мы поехали вместе в карпаты мы поднялись на гору хомяк если знаешь да да и мы вот сидим на горе и на вершине и общаемся жизни а я до этого ни разу я не не спрашивал как ты вообще зарабатываешь на жизнь потому что это возможно же странно звучит я узнаю три года но я ни разу не спрашивал я знаю такие люди когда ты смотришь и не понимаешь как дед к вам деньги берет это не только я оценю людей мне ну как бы не все равно ты уборщик либо ты там миллиардер и я оценю тебя по поступкам не потом чем-то зарабатываешь мне важно что ты зарабатывал честным путем но это не те вопросы которые задают и он мне рассказал про свою историю с биткоином что вложил в общем очень успешно и потом он рассказал технологии это был первый знаешь такой для меня звоночек когда я действительно услышал вот эти идеи про очень символично что это на гире хомяк произошло надо вот услышал вот эти идеи знаешь про независимость про технологической по сути такой переворот и инновации мне очень понравилось это какой год был 17 17 год и ты решил как-то туда погрузиться что ты первым сделал а первым я купил немножко биткоина я помню я был на бирже bitfinex я сначала приобрел активы потом рынок весь упал летом в июне да если помнишь и потом из ниоткуда появилась новая монета я такой смотрю топ-20 миота айота и такой что я решил туда вложиться это мне принесло небольшой плюс и собственно знаешь вот года два-три я просто смотрел на рынок пытался что-то изучать читать вкладывал терял получал большинство покупал опыт короче да вот а потом я уже начал погружаться именно со стороны профессиональной и я так смотрю что по таймингу это биржа whitebit была первая я как так случилось очень интересно случилось знаешь перед whitebit я проводил много всяких выступлений не только украине не украине проводил всякие ивенты мне очень нравится я жизни 40 ивентов организовывал слова в том числе это видно за что тебе спасибо и на какие темы просто вот про ну вы получаете себя просто да и в том числе благотворительное этом где дома есть делился историями опыт который я знаешь мне больше интересно делиться опытом которым мой не что-то там вот ребята вот кто-то делает и у меня с другом был спор спор был про то что если не заработаю определенное количество денег за декабрь я иду устраиваюсь на работу на его скалки если я иду то я устраиваюсь на крипто вот что-то крипто связаны я проиграл спор и подал подал в айбит в то время был в эстонии до или что это было убита у них я не знаю как сейчас но тоже есть в эстонии да и регистрации так далее я тогда и в харькове был вот большая часть в эстонии простого вот бита я сам с харькова и я вступил в обид на самом деле мне очень понравилось для меня это было очень крутое обучение потому что это был ты мой первый опыт знаешь как профессиональную точку зрения вот прям работа работа да и это тоже да но с другой стороны это был именно в тот момент в обиде по-моему было где-то 100 человек из них где-то 70 было тех часть это было очень круто я вот обучался динамики стартапов плюс я обучался как весь как общаться вообще с крипто проектами он как биржа вообще что происходит внутри биржи какая кухня там вот это было круто а далее был крипто кейс и ты уже там кафандр то есть ты уже так до исполнился да что я просто знаешь какой-то момент я хотел что-то делать больше это был мой такой первый крипто эксперимент как фаундера это было небольшое такое агентство где мы помогали людям у нас команд было 6 человек а я был сооснователем это мы помогали вот был клиентом помогали им там не знаю вот те знания до которые у меня были плюс знания других ребят в команде это помогали не за маркетинговые материалы помогали там комьюнити билдить и так далее вот так singular chain тоже там уже был сио да это была команда которая занималась real estate организациям но и токенизация недвижимости но и в том числе в общем токенизации какой стране было я тогда вообще был ремонт я скитался я и в европе был и в украине интересно где вообще продвигается такая тема выше у нас да да вот это продвигалась сложно самом деле сказать потому что у нас были недвижимость в ирландии и британии которые мы ну как в эксперимент нам достаточно вот именно да потому что я впервые об этом в контексте недвижки услышал на саммите именно от британской компании и у них эта тема как бы форсится да но стартап был больше там микс был с инди ребята были ребята с штатов то я просто украине ставь европа такой вот было круто вот bitcoin тернулся целого это типа как как ангела бинанса до что за комьюнити должность у гиткойна есть очень крутой комьюнити называется канал но чтобы если точнее корол уже как спин-офф сделал да то есть они отдельно от гиткойны теперь но по сути это такая комьюнити которая выбирается 250 человек каждый квартал и 250 человек обучает в 3 и обязательно знаешь вот техническое знание просто как как строить в 3 проекты до коннекте друг друга классными ребятами там есть очень крутые менторы например в том числе не то чтобы менторы и спикеры в том числе допустим витали к тому то что иногда приходит выступает но и такого уровня люди как образовательная платформа вы там за это какие-то вот комьюнити активит делать и образовательная да и это больше знаешь про комьюнити которые помогают друг другом будете делать крутые что-то вместе там я кстати встретил своего сооснователя а потом был он чем или потом было атлантис вору сначала было атлантис вору когда я начинал атлантис вору я также поступил в команду араку децентрализированную раку я параллельно получается делал два проекта ну как свой проект этот развивал второй проект и по тернул я просто проходил обучение тебя ли бедро под гиткойна получил нет ничего не куплено что думаешь о слиянии эфира я был лишь я достаточно долго этого ждал по причинам техническими и по причинам тоже экологически я думаю что команда и фирму и вообще всякая система очень сильно потрудилась за последние 7 лет ну и уже результаты будет говорить за себя насколько я понимаю для атлантис воруд это никак ничего не ломает потому что вы коннектитесь просто к существующим что там пока в 3 протокола работает атлантис со три части тоже порядка давай про текущий проект про атлантис вору поговорим расскажи как бы запить проект для наших пользователей у нас был стрим на канале если вам будет интересно углубиться можете его пострелить сейчас буквально в двух словах о чем этот проект да мы создаем в 3 социальную метавселенную по сути в очень простом 2d пиксельным мигом и коннектим в 3 приложения в 3 до унифти дефа и так далее социальным слоем социальный слой это аудио-видео текстовый чат то есть вы можете общаться с друзьями пока используете в 3 технологии и отдельно у нас есть квестовой системы анбординг где вы можете обучаться этим проектом что такое дефа и потом пошел там в нынче сделал свапного меньше потом взял эти средства пошел залучил другом и все это геймифицировано да и все это геймифицировано и каждого проекта есть свой домик есть свои npc нам play block characters которые привет ваня там добро пожаловать в здание проходи найдешь путник получается после того как цукерберг анонсировал мету да все бросились делать метавселенные с этими штуками ну по сути не готовы не люди не инфраструктура и поэтому да вы больше таких 2d в простой штук или потому что не хватает ресурсов знаешь когда мы начинали делать атлантис сиджей жил в африке есть даже некоторые африканские корни это сразу зачитано и мы понимали что очень грустно что вот большинство крипто проектов они по сути крутятся вокруг одних тех же людей ну знаешь вот как альфа она крутится вот одни и те же люди знают об этом получат большую часть выгоды и большинство метавселенных либо игр они действительно требуют от себя очень крутого железа это далеко не каждое что может позволить ну даже не то чтобы человек украине да там в америке не каждый позволит себе одну тысячу долларов купить там гейминг лаптоп либо pc какой-то и с этой стороны это одна из причин вторая причина нам на самом деле нравится пиксель-арт она очень нравится третья причина это знаешь это очень отлично от того что есть ты знаешь по сути когда все идут в и артам стараются делать будущее ты по сути берешь то что уже существует то что уже там не знаю лет 40 люди играли с плюсом да и есть proof of concept в америке есть стартап называть gather они делают похожий продукт но в 2 они начали год ранее точнее даже больше чем год ранее и у них по сути use case это фокус на офисных там образовательных коммуникаций ты тоже или критик такая да ты просто ходишь типа вот у тебя пространство 2d там твой офис ты там общаешься аудио-видео текстовый чат ну и ну и скринчаешь вот большую часть то есть по сути основная цель это анбординг людей в крипту и потом когда там большое количество людей за бордится комьюнити которая взаимодействует там нетворкается и тогда да то есть для новых пользователей ты можешь открыть до атлантис сейчас мы тоже продумал базовый курс где ты даже вообще не знаю что такое крипто можешь там первый раз там создать свой кошелек потом пройтись там в тестовом режиме там воспользоваться разными протоколами вообще понять ok вот у тебя модуль там базовой блокчейн вот модуль там дефа и так далее и потом пройтись по всем этим проектам и воспользоваться имя в будущем в том числе будет там какие-то поощрения от разных проектах то есть вот этот элемент не миссирами это для новых а пользователей для существующих есть вот этот социальный слой а ну например в том числе и для даа мы интегрировали снапшот, мы первыми-то вселенной, которая интегрировалась в снапшот, ты можешь внутри игры управлением заниматься, голосовать и так далее, принимать решения. И мы думаем, что вот это вот сам акт для голосования вообще активности, можно соединить с какими-то крутыми гемифицированными плюшками, например. Например, скажем, ты в Ван Иче, да, мы про него говорили, зашел там проголосовал в Ван Иче, и потом ты на Unicorn, и вон еще там, не знаю, вокруг игры там. Вот. Да, круто. А, короче, по инсайдерской информации Андрея Леонидовича, вам предлагали достаточно большую сумму за Atlantis World, но вы отказались. Вопрос, если корректно, сколько предлагали и почему отказались? Можно сказать много, можно сказать. Нет, я могу, это, мы об этом говорили, нам предлагали, ты имеешь в виду купить, либо... Да, 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 выкупить там большую часть или все. У нас где-то 8 месяцев назад, ну, смотри, мы когда начали Atlantis, мы очень прям активно пытались резить, успешно это было, ну, как успешно, мы получали, да, нам готовы были там, инвесторы уже спрашивали, ну, когда там уже... Ну, получили согласие, не деньги, да? Да, да, получалось согласие, мы не брали деньги пока что. Мы просто вот общались с S&Z, Paradigm, ну, и другие очень крутыми ребятами. От большинства из них мы получили, да, в том числе там были очень крутые, я бы сказал, б, TIER и фонды, которые готовы были лидить наш раунд, но в какой-то момент у нас что-то, знаешь, тикнуло, и мы поняли, что есть немножко другой способ, ну, как бы поэкспериментировать с фондингом, то есть есть комьюнити способ, есть bootstrapping, да, есть там те же гранты, которые достаточно, очень крутое направление для таких open-source проектов, ну, либо проектов, которые планируют быть open-source и децентрализированы. И в какой-то момент мы поняли, что там большинство топ метавселенных ими владеет там одни и те же инвестора. И когда все пишут про децентрализацию, и, ну, в конечном итоге ты видишь, что происходит, да, можно даже на самом деле посмотреть на дистрибуцию тех же земель и так далее в большинстве метавселенных. Я не говорю, знаешь, в том плане, что мы вот решили этот вопрос, да, но мы просто решили по-другому идти, изначально начать вот, вот у нас комьюнити, и мы отказались от 10 миллионов. Нормальная тема. То есть и вы, есть какое-то уже понимание, когда вы будете как-то, каким образом, или пока это вот просто возможности, ну, я имею в виду, рейзить там деньги, или вот все возможности вы будете пробовать по чуть-чуть? Насколько вам там сейчас есть необходимость в деньгах такого плана? Знаешь, деньги, деньги это хорошо, их много не бывает, особенно, когда ты планируешь развиваться, просто когда мы отказывались от вот этого сидраунда, мы понимали, что мы, по сути, отказываемся от достаточно быстрого развития, да, в сторону наших ценностей, в сторону нашего видения, да, и эксперимент, который мы хотим продолжать. У нас есть деньги, но рынок, он меняется, и наша команда величится. Когда мы резили, да, был CJ и я, сейчас 12 человек, и мы увлечем команду, да. И собака, еще Husky. Да, да, ну тогда 14, плюс моя, плюс собака, плюс Макса, вот. И у нас несколько стримов, я бы сказал бы, такого фандинга, да, это гранты, это наша комьюнити, которая поддерживает нас, ну, по сути, Gitcoin можно тоже грантом назвать, и это вот сейл, который мы делали недавно, NFT сейл. Вот. По поводу этого, кстати, что такое фандин атлантин и что такое magical keys, это вот тоже в сторону фандинга, я понимаю, да? Да, мы, когда делали, когда мы делали сейл, это было в январе, то есть, по сути, там, 8 месяцев назад, у нас тогда еще продукт не до конца был сформированный, да, забилденный, и мы понимали, что мы хотим, до того, как он будет уже готов, мы хотим вознаградить тех ребят, которые нас верят, поддержат, и дать им, знаешь, вот этот вот, на английском это называется, second game, да, вот долю в этом успехе, да, то есть, если мы там все правильно сделаем и будем успешны, нам хочется, чтобы комьюнити тоже имела часть этого. И в тот момент, знаешь, у нас вот вкладывали, приобретали вот эти вот ключи, магические ключи, там, основателя Атлантиса, люди, которые действительно верили, ну, либо какие-то спекулянты, что, в общем, я не против, да? Потом этот ключ был лор, то есть, ты ключ там уничтожаешь и получаешь свиток, а свиток подтверждает, что ты вот действительно один из тех основателей. А, как сертификат. Этот сертификат дает тебе ряд плюшек, которые, ну, по сути, будет продолжаться, пока мы там, Атланте существует. А я забыл спросить по поводу блокчейна. На чем вы строите и планируете ли кроссчейн? Вот этот вопрос. У нас очень интересный подход, знаешь, потому что мы, по сути, не устроим на блокчейне сейчас. У нас база, она построена нейтрально по отношению к блокчейне. То есть, мы интегрируем аппликейшены на блокчейне, протоколы, да, на разных блокчейнов. На данный момент у нас около 30 с плюсом протоколов интегрированы на 9 разных блокчейнов. Они все работают внутри альфа. То есть, ты можешь там... То есть, вы используете решения тех блокчейнов, интегрируя их к себе, правильно? Да, ну, смотри, например, ты же, ну, окей, поговорим, допустим, тот же Ava, я не знаю, URBalancer. Ты открываешь их сайт, да, платформу, и ты можешь использовать их протокол. Стартен апп, да, там, типа, ну, запустить приложение. Да, 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 ты на апп приходишь, да, и ты можешь использовать их апп. Вот этот интерфейс, он контактирует с их смарт-контрактом. Мы этот интерфейс не используем. То есть, у нас нету iFrame, мы не берем, знаешь, просто страницу и вставляем ее. Мы, по сути, rebuildим интерфейс. И, например, даже если в случае, если, ну, например, там, какой-то сайт, не знаю, Ava, Balancer, Rearn, там, и так далее, допустим, что у них произошел хак на сайте, да, вот, например, недавно Skirvin был, да, такое. Да, да. А люди могут зайти в Атланти и контактировать со смарт-контрактом, потому что мы не имеем отношения к их сайту. Мы напрямую контактируем со смарт-контрактом. А что по родмапу? Что, на каком этапе вы находитесь и вот какие следующие шаги? Сейчас мы готовимся к запуску. Мы планируем запускать, знаешь, ежемесячно тему определенных блокчейнов. Например, сейчас мы планируем запускать, мы недавно запустили с Optimism небольшой такой мини-тестовый формат первого блокчейна города. Был Optimism, все эти там были квесты. Сейчас мы планируем запустить месяц, месяц с блокчейна, там мы начнем с Optimism, да, и внутри этого месяца мы будем открывать Clubhouse, то есть здание проектов, которые также на Optimism, которые у нас есть в Альфе. Например, это OneInch, это Perpetual Protocol, Pulltogether и так далее. Потом будут разные месяца разных блокчейнов, там Avlanche, Sela, Nier и так далее и тому подобное. Это что касаемо активности в плане ивентов. Параллельно мы будем улучшать, апдейтить, добавлять квесты, делать интереснее и будем отбордить все больше партнеров. Плюс будет появляться, наверное, какой-то incentivайз от проектов. Да, да, это тоже. Насколько я знаю, кстати, второй кофаундер CJ, он из Британии, и он переехал в Украину с тобой, то есть переехал, да? Ну, я уже понял, что он из Африки, он, в смысле, был в Африке до этого, он очень такой passionate чувак. Почему он решил переехать в Украину? Это, ну, как бы, осознанное решение, насколько я понимаю. Не просто в Варшаве взяли и потащили за собой, это какой-то выбор. Знаешь, с тех пор, как я его встретил, у нас такое, не знаю, какая-то химия произошла, знаешь, когда я почувствовал, что это реально тот чувак, с которым я хочу вот продолжать путь. Мы на самом деле строили изначально два разных проекта. CJ строил там 3D метавсиленов, которые подключал только DeFi и там отчистка углекислого газа, через геймификацию. Я тогда строил 2D пиксельную батл игру для NFT-шек с как раз видео с чатом. Я его встретил, я ему запитчил вот идею, чтобы мы объединились и с тех пор, знаешь, мы через очень многое прошли. На самом деле, вот год до Web3 это, не знаю, 3-5 лет в обычной жизни. Может, больше? Почему крипто стрессовый? Мне 25, я нормально выгляжу. Да, да, жизненно. Вот, ну, я выгляжу старше, я знаю, мне сейчас 24. Вот. Ну, вот, видишь, да. И, знаешь, для него это решение было по нескольких причинам. На самом деле, самая основная причина поддержать меня. Плюс CJ, на самом деле, очень неравнодушен к тому, что происходит в Украине. Он, на самом деле, он, я его считаю, как осознаватель Unchained тоже, просто он изначально сказал, что, ребят, я не хочу, я как британец, да, я просто буду больше как помогает, но лучше, если вы будете. Я принял его решение, вот. Но он очень активно помогает Украине, и, я думаю, это тоже доказательство. Плюс, знаешь, мы хотим дальше пушить по три в Украине, и тут очень много крутых ребят, там, крипты и так далее. Давай тогда немного по Украину. Поговорим о войне. Где ты был, когда началась? Твои первые мысли, чувства и действия? Я 18 февраля полетел в Дубай отметить годовщину. У меня 20 февраля. Вторая годовщина была с моей женой и с ребенком. У меня есть дочь и два годика. Вот. Спасибо. Спасибо. Мне было, знаешь, очень, ну, сложно это просто, знаешь, сказать. У меня просто, я родился в Харькове, и большинство моих знакомых, моих родственников, моих друзей, они в Харькове. И когда бомбят мой город, да, и мне звонит и теща, и папа, ну, это сложно. Особенно, знаешь, у тебя такой шок, с одной стороны. С другой стороны, у тебя есть вот это чувство вины, что ты не там, знаешь, ты где-то, ну, вот, ты не можешь помочь, как ты хочешь. Я это переборол. Я просто понял, что от меня польза больше всего в том, в чем я хорош, и я хорош, ну, в том, что я делал. И у меня, знаешь, сразу были мысли, там, окей, что я могу сделать, там, возможно, собрать волонтеров. Я просто до всей этой крипто движутки, я также, я веган, я очень большой защитник правил животных, и у меня, я создал в Харькове тоже комедия, там, золот защитников и так далее. Мы в какой-то момент делали даже ивент за право животных. Тогда человек 800 у нас был, ну, чтобы ты понимал. Вот. Ну, у меня есть знакомые, волонтеры очень много в Харькове в том числе. И я думал, окей, может, там, их как-то соединить, там, знаешь, как-то курировать даже, ну, даже если ты не в Украине, ты можешь помогать Украине. Вот. И были мысли, окей, у меня есть очень много знакомых в Web3, да, наши партнеры, нужно тоже объединить, что-то сделать фэндрейсинг. Но перед тем, как бежать и просто это начинать делать, я понимал, что, окей, я не один такой, да, и, скорее всего, лучше объединиться, чем делать, там, 10 разных фэндрейсингов, инициатив. Я начал искать людей во всяких крипто комьюнити, которые им доверяю. Вот. И нашел классных ребят, с которыми мы в итоге сделали Unchain. Угу. То есть Unchain это было, как бы, первое такое действие, которое вот, ну, угу. И какие вот, у нас тоже есть отдельный стрим про Unchain, если вам интересно заглубиться. В двух словах, какие результаты получились по Unchain, ну, то есть я слышал, вернее, не слышал, мы писали про Unchain на стриме, говорили. Я к тому, что в Николаеве даже в некриптовых новостях появлялись новости о том, что приходили бронежилеты от Unchain, ну, то есть достаточно spread была эта помощь. Расскажи от себя еще, какие результаты у вас получились. Знаешь, когда мы начинали, вот мои сооснователи, да, они больше с винтеха приходили в Web3, и я им объяснял, что, ребята, создать кошелек и написать в Twitter, либо в соцсетях, что мы запустили фонрейзинг, даже если у вас есть очень сильный там знакомый Web2, Web3 это не работает. Вам нужно сделать максимально, знаешь, систему, которой тебе не нужно доверять, либо твое доверие очень высокое. У нас не было системы, которой можно не доверять, потому что у нас не было времени все это строить, да, все там рушится, бомбится. Я понимал, что нам нужно создать multisig, да, сделать как раз, кто не в курсе, да, multisig, это кошелек, которым тебе нужно несколько других людей, чтобы там сделать определенные транзакции, то есть подтверждение. Я понимал, что нужно такие люди на multisig, которых ты не будешь прям думать, доверять им или нет. Я написал Илье, благо мы уже были знакомы и достаточно хорошо общались. Спасибо вам большое, он согласился, и с тех пор он очень активно помогал. Написал сооснователю гиткоина, что тоже, по сути, лидер мнения и вообще направление паблик-клуда, open source, web3. И фандрейзинга, да. И написал другим ребятам с разных систем, вот, и мы собрали вот этот полдесяти человек, где был у них, знаешь, и ребят с Украины, которым доверяют криптокомьюнити и Украине, и не Украине, и ребят с Украины, которым доверяют в общем. И за первые 13 часов мы собрали 1,6 миллионов долларов в крипте. Ну, большинство это на самом деле были друзья друзей. Через неделю у нас было 3 миллиона, спустя месяц у нас было 7 миллионов долларов в крипте. Где-то плюс-минус на седьмой-восьмой неделе я просыпаюсь, я пишу нашим разработчикам, ребята, там ошибка у нас в... У нас был график, где ты мог увидеть, ну, до сих пор можешь посмотреть, сколько денег пришло, сколько ушло. Я смотрю, ребята, там ошибка, там 9,5 миллионов. У нас, типа, 7 было, я ночью уложил спать. Они смотрят на меня, улыбаются, я говорю, может, ты зафиксить? Чего вы улыбаетесь, ребят? Они мне говорят, ты не видел, разве? Я говорю, что не видел? Они говорят, посмотри, Etherscan. Я открываю, там вижу 2,5 миллиона долларов от Виталика. И я в шоке был, знаешь, очень приятным. Я такой, вау. Я посмотрел, Виталик задонатил нам и 8 for Ukraine от Минцифры, да, от государственной. Это было очень приятно. К поводу результатов, знаешь, мы очень по-разному помогали людям. Вот, да, ты говорил про Николаев, да, и вот бронежилетов, которые, на самом деле, очень большой такой фурор создали, который я не особо до конца понял. И мы объясняли людям, что как бы бронежилеты – это не оружие. Это, ну, вот у нас волонтеры, да, которые людей помогали, просто покупали пищу, да, и отвозили, потому что, сам понимаешь, какое время было. Ну, и потом мы сделали карточки, дебит-карточки, ну, объединение, по сути, крипто с дебит-миром. Мы понимали, что обучать матерей и детей, что такое крипто, когда все рушится, это немножко сумасшедшая идея. Поэтому мы решили, окей, давайте сначала поможем. Потом, ну, через наш пример люди увидят, что, а, окей, крипто – это не только, знаешь, про финансы, это не только там цена вверх-вниз, и, в общем, помогли 400 тысяч людей. Очень круто. А не было проблем перевода крипты в, не крипту, в фиат, ну, для того, чтобы покупать все штуки? Потому что, ну, мы в своей волонтерской деятельности тоже, в принципе, испытывали эти проблемы, когда тебе есть крипта, тебе нужно что-то купить. Это помогает, когда тебе нужно что-то купить, например, за границей, но немножко напрягает, когда нужно купить что-то в в Украине. Как в этот момент? Через эти карты, да, вы получаете? Не обязательно. Знаешь, у нас были партнеры, тот же YB, да, и Kuna помогали нам перевозить. Конвертить, да? Да, да, конвертить. И у нас также были, если нам прям нужно было где-то кэш вынести, вывести, что мы, на самом деле, вообще не предпочитаем, потому что, ну, в крипте ты можешь посмотреть, да, что к чему. Да, да, как только кэш, это очень сложно, но мы понимали, что в некоторых случаях было, не было просто выбора, потому что, например, были моменты, когда в Харьковской области просто уже не работали кредитной карточкой, ну, просто не работали. У нас были доверенные люди, волонтеры, да, либо волонтерских организаций, которые мы сначала, знаешь, проверяли, например, человек нам подавал заявку, да, он проводил, все люди, которым мы помогали, кстати, они проходили к EYC, у нас есть все данные. На меня очень много хейта было вначале, типа, почему так долго, ну, типа, деньги не можете распределить, мы объясняли людям, что мы не отправляем деньги просто потому, что нам пишут, нам нужны деньги. Ну, это так не работает у нас. Тебе нужно подтвердить и предоставить данные, потому что, если что, нам нужно понимать, кому мы помогли. Потому что в конечном итоге, знаешь, если что-то случится, не к тем людям будет приходить, а приходить будет ко мне и другим людям спрашивать деньги. Ну, и плюс вот эти чуваки, которые ты их привел, на них, как бы, тоже тень может привести. Конечно, ну, ты знаешь, что это очень большая ответственность, ну, я в том числе, например, ответственный за репутацию элиты, да, или репутацию, там, фаундера, колл-фаундера Гиткоина и других людей, людей, которые доверяют нам. Это очень, это очень, знаешь, серьезно, и мы это... Зачем? Какими криптоприложениями ты пользуешься? Например, там, кошельки, биржи, трекеры, возможно? У меня, на самом деле, очень простой стак. Начинаю от MetaMask. У меня несколько кошельков просто по причине тестов. Я сам, я почти не пользуюсь биржами, я пользуюсь только децентрализированным приложением. Я вообще не пользуюсь пиржами. Последний раз, когда я активно пользовался пиржами, было два с половиной года назад. Ну, ты пользуешься Dexом, ты имеешь в виду Dex? Да, да, ну вот, как раз вот во времена WhiteBit, я тогда активно пользуюсь. Да, я пользуюсь Dexами, разными Dexами, в том числе, вон и чем, агрегатором тоже. Я пользуюсь DeFi протоколами. Не так часто, но пользуюсь. Я очень активно пользуюсь OpenSea и NFT платформами. Недавно впервые попробовал взять займ, ну, ты NFT лочишь и берешь займ. Мне просто было интересно. Я такой, вау, кто-то готов заплатить, чтобы я взял займ. Это было очень круто. А что это за платформа? NFT-Fi. А, NFT-Fi. Да. А как там происходит прайсинг? Ну, сколько тебе выдают? Как оценивать NFT? Есть флор NFT. И обычно от этого флора... Да, обычно от этого флора берут 50-60% как базовые... Ну, допустим, скажем, там NFT стоит 2000 флор. А человек говорит, я готов тебе дать тысячу взаймы под, не знаю, 20-30%. А, то есть это полностью P2P штука, да? Да, это P2P и платформа как просто обеспечивает. Вот. Если ты не возвращаешь, NFT-шка переходит ему. Это все... Твоя NFT-шка получается в смарт-контракте. Мне просто, ну, на самом деле очень круто понравилось, что все, нету middlemen. Ну, и там какой-то минимальный процент платишь. Да, прикольно. Ну, это получается с теми NFT-шками, которые официальной коллекции, которые есть в флор-прайсе. Да, да, да. Там очень много блок-тейпов, панков и так далее. Вот. Немножко позитиво внесем. Как ты видишь место Украины после войны именно с точки зрения развития Web3 и блокчейна? Судя по тому, что здесь ты ставишь на... Да, да. В long. Знаешь, я настолько верю в Украину, что я купил квартиру 16 февраля. Вот настолько я верю в Украину. То есть, если купил квартиру 30 марта, например, ну, так тоже, да. Круто. Вот. То есть, я очень люблю Украину. Да, тут есть свои, знаешь, нюансы, но в каждой стране есть свои нюансы. Мне очень-очень нравится. Вообще огромнейший респект тому, что делает Минцифра, Министерство Цифровой Трансформации в Украине. Я считаю, что это одно из самых, знаешь, таких инновационных министерств вообще в мире. То, что они делают и то, что, ну, каждый... Знаешь, есть министерства или там государственные учреждения, которые пушат какой-то апдейт, и ты такой, вау. Но в этом случае это происходит чуть менее... Каждую неделю, да. Я смотрю дайджесты постоянно и такой, вау. Просто круто. И они шагают, знаешь, на 10 шагов... Они смотрят вот реально на 10, 20, 30 шагов вперед. То есть, то, что сейчас до некоторых государств просто доходит, как в идея, мы уже это сделали. А я видел этот мем, знаешь, там, Прометей, знаешь, вот этот... Огонь, там, свет этот, как Диа и... Европейцы, да? Да, да, европейцы. И в этом плане у нас, во-первых, Украина это очень криптофрендная страна, в том числе и на законодательном уровне. Кому интересно, можете предсчитать про, там, эти... Закон про цифровые активы и так далее. Я думаю, что это, на самом деле, только начало. Я за регуляцию, в плане, что ну, если я как бизнес, да, это нормально, что я плачу налоги. Тем более, сейчас я еще больше хочу, на самом деле, платить. Ну, не в большем плане, просто хотелось бы, чтобы все платили, да, это помогает нашей стране. Во-вторых, тут очень большой комьюнити. В Украине, ну, я в декабре как-то читал, 5,5 миллиона криптопользователей. Ну, это в декабре, я думаю, что сейчас намного больше. В военное время я уверен, что очень много людей конвертировали свои сбережения в криптовалюты, чтобы с ними приехать или еще что-то. В-третьих, Украина уже создала ряд единорогов. Если даже мы смотрим на криптопроекты как глобальные криптопроекты, то все равно они, очень много из них имеют украинские корни. И для меня, на самом деле, удивительно, когда многие не понимают, что, например, сооснователь Solana, сооснователь Nira, основатель Aurora, сооснователь Unstoppable Domains, трастволь и так далее. Они все имеют украинские корни, они украинцы. И это не просто, знаешь, какие-то проекты. Это топовые лидирующие проекты в экосистеме. Можешь сказать, вот кроме этой последних транзакциях, что ты покупал, продавал? Я очень большой фанат NFT. Я, на самом деле, не так, знаешь, много инвестирую в токены, как в NFT. Из NFT я покупал этот коллекций, в том числе, допустим, Forgotten Rent. Покупал и всякие, возможно, не особо популярные NFT. Например, я очень большой фанат, в том числе, и музыкальных NFT. Я считаю, что это еще перед бумом, знаешь, такой сейчас такая стадия. Вот. Ну и из основных токенов у меня, я инвестирую в токены. партнеров, в которых я верю, которые наши партнеры, ну и базовый эфир. А у меня нет биткоина. Если писать имя REF и поменять раскладку клавиатуры, получается кум. Кстати, мало ты об этом. Расскажи в двух словах имени и фамилии достаточно необычных для украинских широт. У тебя какое-то происхождение, да? Да, я по национальности, вообще у меня немножко миксованная. Большей части это азербайджанская, но у меня есть корни немецкие. А фамилия Миллер, она больше по по семейной части, да. Не по азербайджанской части, а по немецкой. А эфир, на самом деле, это изначально упрощенное имя, которое я так и взял. Вот. То есть это азербайджанское имя, да? Да, и оно упрощенное. Ага, я понял. Что бы ты хотел сказать, о чем я тебе не спросил? Что бы ты хотел рассказать? Знаешь, мне очень нравится идея вот. И это то, что я хочу пушить дальше в Украине. В Украине очень много крутых, не только в Украине, вообще. В мире, знаешь, очень много крутых ребят, которые хотят что-то делать. Им не хватает знаний, знаешь, и либо опыта. Я очень часто вижу, что людям как-то сложно спрашивать, что ли, знаешь, либо просить. И люди думают, что вот если я что-то прошу, да, я слабый. На самом деле для меня вот поза слабая, это когда ты знаешь, чего ты не знаешь, да, и ты просто остаешься в этой позе. То есть ты, по сути, продолжаешь быть на том же уровне. Веб 3 очень открытый. На самом деле он очень действительно открытый. Он очень отличается от веб 2. Даже если посмотреть на динамику, это очень интересно. Знаешь, вот мы строим экосистему, и вообще индустрию, которая вот trustless, да, без доверия, но она очень сильно базируется на доверии. Но доверие веб 3, если вот ты действительно что-то делаешь ценное, тебя очень уважают, и вот люди готовы тебя поддерживать. Там экосистема, на самом деле, очень уникальна тем, что впервые, ну я бы сказал за историю, человек, который создает open source, да, такой public good проект, он может получать достаточно солидное вознаграждение. И не просто получать, а реально помогать миру и продолжать это делать. И даже строить команды, ты не просто там, знаешь, один человек где-то в подвале где-то это делать. Меня вчера комьюнити наш мембер, я отправил нашу страничку на наш гиткоин, и он мне написал, хватит попрошайничать, собирайте деньги уже с инвесторов, типа хватит этот маскарад. И я понял, что многие на самом деле не понимают, знаешь, вот эту вот фишку, зачем, ну например, зачем мы это делаем. ну какая смысл от гиткоина, да. Веб 3 для меня, знаешь, я вижу по-другому. Это не должно быть какая-то, знаешь, такое, ты не строишь в серии какой-то конгломерат, где там поглощение из поглощений там. Ну как в стандартном бизнесе. Да, как в стандартном бизнесе. Тут немножко другое. На самом деле, ты со своим долларом голосуешь за мир, который ты хочешь видеть. Я хочу видеть open-source мир. Я не хочу видеть, чтобы мета там владела всем. Для меня более приятный мир, где там есть тысячи разных метавселенок, которые там соединены между, это абсолютно нормально. У меня есть друзья, которые там 3D метавселенные, есть 2D, мы думаем, как там порталы сделать друг другу и так далее, чтобы вот этот вот interoperability, да, то есть она сохранялась. И к чему я говорил, open-source это очень крутая штука. Funding open-source это здорово, это очень престижно. И строить проекты в open-source, это очень весело на самом деле, это очень круто. Даже когда тебя не всегда понимают, я считаю, что очень важно пройти вот этот, знаешь, путь, где ты думаешь, что крипта это только про деньги. Деньги это хорошо, это классно. Но помимо денег, тут есть действительно то, ну вот я нашел свой дом, знаешь, как свою семью в Web3, и я хочу дальше помогать развивать это направление. Ну это прям, да, это должна смениться ментальная парадигма, я не знаю, как это называть, что типа все привыкли, как вот обычные стартапы, да, они собрали денег с фондов, ну там продали, да, это неплохо, это просто как было. Ты хочешь наоборот демократизировать, чтобы как можно больше количества людей туда втянулось, правильно? Да, знаешь, инвестиции это неплохо. просто нужно понимать, зачем ты это делаешь. Ну и я бы еще сказал бы, не стоит резить, если ты не знаешь вообще, что ты, как ты будешь делать, и если у тебя нету навыков, там, финансового менеджмента, там, ну как, хотя бы если ты персональный не можешь своих денег, знаешь, значит тебе не нужно деньги собирать. Вот. Для начала нужно научиться другим образом. Как думаешь, какой тренд будет в крипте в двадцать третьем году? Знаешь, я обычно не особо, человек, который, знаешь, предиктит в этом плане, у меня просто один тренд строить, создавать, и окей, сейчас, допустим, рынок чуть ниже, да, двигается. В самое время билдить. ты билдишь, потом он вверх, то есть, по сути, если у тебя траектория, знаешь, ты думаешь на 5-10 лет с плюсом, ну, да, тебе важно какой рынок, но не особо критически, потому что ты знаешь, что вот моя цель, вот там, да. То есть, если, по сути, ты здесь, чтобы реально что-то делать значимое в индустрии, ты знаешь, что это все просто циклично. И ты смотришь на историю десяти лет, да, внести, да, и ты понимаешь, ну, окей, это было, это будет, это нормально. У нас есть традиционный вопрос всем гостям. Что бы ты сказал Сатоши на кому-то при встрече? Что я... Что послужило... Нет, я бы его спросил, знаешь, про историю жизни. До биткоина, да, по сути? Да. Мне просто кажется, что, знаешь, нужно быть очень... Опять же, мы не знаем, да, это один человек либо группа, но... человек, который создал такую технологию, которая вдохновила миллионы, десятки миллионов людей и менять мир, это... Я просто, знаешь, спросил бы вопрос про его жизнь, и я просто бы заснулся, сидел бы и слушал. А если можно, какое-то напутствие для наших подписчиков вот от тебя лично? Очень важно пробовать. Это звучит очень... не знаю, очень просто, но для меня, например, у меня нет высшего образования, я осознанно решил не получать высшее образование, я осознанно решил просто начинать делать бизнесы, делать всякие проекты, очень много волонтерских штук. И я скажу, что в Web3 на самом деле очень важен ваш подход и ваши вот скиллы, они намного важнее чаще, чем даже всякие подтверждения ваших знаний. То есть, если ты готов реально что-то... У нас в команде очень много ребят, которые не имеют высшее образование. У нас там 11 Lead Web3 разработчиков, он не имеет высшего образования, но он очень крутой разработчик. А мой сооснователь ему 21, CJ, он... 21? Да. У CJ на самом деле тоже достаточно сильная история, он до этого, какой-то период своей жизни был бездомным. И вот, то есть, снова от нуля поднялся достаточно и сейчас мы вместе знаем. То есть, на самом деле, все, что с вами происходит, все, что было в прошлом, оно ни в коем случае не должно определять, кто вы и кем вы будете. В Web3 это очень относительно свободная индустрия, где для тех, кто действительно хочет что-то делать ценное, всегда найдутся возможности, особенно для тех, кто готов идти по этому пути до конца. Круто. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!